Бело в том, что вы смотрите, вот в этом вот восприятии, вы же сами творцы своей реальности, и у вас есть абсолютно вся информация. Нету той информации, которой бы у вас внутри не было. Нету тех знаний, которых бы у вас внутри не было. То есть если ваша точка сборки смещается сюда, в это восприятие, то у вас всё есть, вам брать больше нечего. Вот в этом восприятии у вас действительно ничего нет, вам надо всё время что-то брать. Поэтому чем интересны тренировки в том же самом, по любой из методик тренировки чем интересны, тем, что они помогают с точки сборки плавать. И в любой момент вы можете находиться абсолютно в любом восприятии. Чем больше восприятия вы можете держать одновременно, тем больше информации вы можете снимать одновременно. Мы об этом говорили, и даже те, кто тренируется, задания были на эту тему, да? На самом деле весь кладезь находится в том, что в каждой точке сборки вы как будто видите мир с другого ракурса. И когда вы видите мир с другого ракурса, эта информация к вам поступает. На самом деле информационный поток же через вас идёт постоянно. Вопрос, дешифрует ваш мозг или не дешифрует её. Как только вы приходите сюда, у вас включается внутренний дешифратор. Как только вы здесь, у вас он выключается. И таким образом любую информацию можно научиться снимать. В этом плане по поводу снятия информации, если уже подойти к Бронников, он выделил одно видение, этим видением и занимался. Исследовали, изучали, тренировали. Видение, как энергозатратная штука была завязана на энергетику. Но всё, что касается вот этой части, оно как бы ускользнуло. Но есть техники, которые это дело очень хорошо подхватили. Это дело подхватил Марк Комиссаров. Это дело подхватил Катахевик, это дело подхватил Бьюни. Подхватили со временем. После Бронникова следующей методикой, которая пришла на рынок, давала человеку возможность работать как с образами, так и вообще с информацией, если расширится, была методика Марка Комиссарова. Методика Марка Комиссарова была интересна чем? По сути дела, это тренировка в интуиции. Я вообще всё время, когда для себя определяю, что такое интуиция, я говорю, что это ясновидение, яснослышание, ясночувствование, проверенное на объективность. Интуиция соизмеряется в единице времени. То есть вот сигнал, который вы получаете здесь и сейчас интуитивно, он здесь и сейчас для вас рабочий, и здесь и сейчас вам может принести реальный результат. Эту тему очень хорошо выражался Лавров. Вообще, спецслужбы люблю. Мужики очень конкретные, у них всегда очень конкретная образа. Всегда говорил, представьте куб, и он вращается, и в нём есть только одна дверь. И вот интуиция, она вам говорит в моменте здесь и сейчас, когда вам в эту дверь войти. Если вы этим шансом не воспользовались, то потом вы будете входить в стенку. Надо ждать, пока ситуация снова к вам развернётся дверью. Вот это отличительная черта интуиции, потому что яснознание, яснослышание, оно будет, оно где-то, но оно не привязано ко времени. Интуиция работает во времени. Вот здесь и сейчас. Пришёл сигнал, сняли, пошли. И она будет работать. Но это все каналы, вот основные, проверенные на объективность. И она, как правило, не обманывает. И реально, вот её научиться слышать, если брать по траектории телесный полуклик, то она идёт вот отсюда, из области сердца. И если вы отклики ловите в теле, а мы сейчас придём к тому, что все техники уходят в тело, так или иначе они ловят отклики через тело, у нас другого ничего нет. То отклик интуиции будет из области сердца. У неё очень хорошая такая интересная траектория, и её голос отличается от всех других голосов. Его голосом нельзя назвать, потому что, опять-таки, наша психиатрия накладывает свои шаблоны, да, и стереотипы. Но реально вот этот сигнал, когда проходит, его чувствуешь, понимаешь, что он есть. Но это уже информация проверенная. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok